И так, уважаемые зрители канала Человек-Лев, уважаемые подписчики других ютуб-каналов Сегодня идет по-прежнему война Самая настоящая необъявленная война против моих парков Которую возглавляют люди, давно известные в Крыму И руководят всем этим чиновничьим беспределом Последние заявления ветеринара Иванова Такие же лживые, как и предыдущие В частности, ветеринар Иванов во всеуслышание не стесняется говорить о том Что животные в зоопарке сказкой, в парке Львов-Тайган Не привиты, дорогие граждане От вешенства, от других страшных зооболезней И поэтому мы проводим законные проверки А вот этот негодяй Зубков, который не желает выполнять законодательство России ветеринарное Пытается вызвать какую-то к себе жалость и так далее Но я хочу сказать тем, кто меня давно знает Что Олег Зубков, помимо того, что он занимается львами И талантливый человек в обращении с львами Он еще и руководитель предприятия, создатель его И, конечно, на протяжении всех этих лет мы занимаемся и занимались документальным оформлением всего, что мы делаем И если требования законные, а требования о прививках, такие как бешенство, чума свиней Либо сибирская язва, это страшные заболевания И прививки о них мы не узнали не вчера, а многие десятки лет назад И, конечно, ежегодно мы по планам вакцинации прививаем всех своих животных Для этого у нас заключен договор один с ветеринарной службой Которая как раз и занимается профилактикой всех этих заболеваний У них есть свои планы, которые согласуются с нашими О общих прививках на подведомственной территории А также заключен договор с ветеринарной службой Лонговита Которая больше не только смотрит за нашими животными Но и оказывает хирургическую, медицинскую, ветеринарную помощь Индивидуально животным в случае необходимости И операции проходят, и мы вам показывали это в прямом эфире И эта служба неоднократно спасала наших шимпанзе Наших леопардов, других ценных животных Которые попадали в кризисные ситуации То не разродится животное, то что-то проглотило животное Как это было в случае шимпанзе И нужно было производить операцию на брюшной полости Никогда на это не способны те горе-ветеринары Которые работают в государственной ветеринарной службе Эти ветеринары только способны наносить ущерб паркам Штрафовать их Они даже не могут оказать какой-либо методической Консультативной помощи по уходу за животными Так вот, отвечая на ложь и вранье ветеринара Иванова Я хочу вам сейчас в прямом эфире предъявить акты на вакцинацию Животных парка Тайган, зоопарка Сказка Вот, и чтобы вы своими глазами увидели, что это и как делается Обратите внимание, вот первый акт Список привитых животных Ялтинского зоопарка Сказка против бешенства И тут идут перечисленные Ялтинский зоопарк Сказка Это юридическое лицо А структурное подразделение парк Львов Тайган Без юридического образования лица И здесь идет речь о медведях десятках О львах, о тиграх, об амурских, бенгальских тиграх Леопардах, ягуарах, пумах, полосатых гиенах Снежных барсах, кинтовидных собаках Рыжих лисицах, обыкновенная выдра, носуха, енот-полоскун Енот-крабоед, индийский дикобраз Всего 195 особей было привито 28.11.2018 Это все животные, которые в нашей коллекции нуждаются в данной прививке Плюс к этому еще приматы Это японские макаки, гамадрилы 20 особей, яванские макаки, бурые капуцины 22 Капуцины плакса 18 Шимпанзе, орангутанги, кошачьи лемуры Еще 76 особей И пообратите внимание, что подписывали здесь Не только старший киперпарк Львов-Тайган Директор зоопарка «Сказка» Но и врач ветеринарной медицины Заведующий противоэпизиотическим отделом Государственной Белогорского управления Белогорской районной ветеринарной лечебницы Господин Лучников МВ И в этом акте, и в этом есть подпись Государственного ветеринарного врача И после вот этих актов, о которых не может не знать Ветеринар Иванов, он позволяет себе лгать В угоду господину Аксенову В угоду тем чиновникам Которые заинтересованы в кошмаривании сегодня зоопарка «Сказка» и парка Тайган Во всеуслышание, пользуясь тем Что крымские СМИ освещают ситуацию однобоко И не приглашают меня, чтобы выслушать Альтернативную точку зрения Это есть документы Это есть акты, которые подписаны государственным врачом Также здесь есть о том, где приобретались эти вакцины Сколько доз было использовано И они также подписаны государственным Представителем государственной ветеринарной лечебницы против бешенства Где они, на каком Щелковском биокомбинате были приобретены Изготовлены Какая серия, вот 807-я И срок годности до 06-го 2020-го года И сегодня, когда срок этой прививки Вакцинации подходит к концу Конечно, мы заказали новую партию этих препаратов Прививок И, конечно, до конца ноября будут произведены Плановые профилактические мероприятия По прививке от бешенства От сибирской язвы Всех наших животных Поэтому ветеринар Иванов Лугун И мне очень жаль, что этот человек До сих пор возглавляет ветеринарный департамент Крыма Тем самым, нанося большой ущерб этому заведению Ну а в целом, кошмаре моей парки Он наносит ущерб И авторитету крымского руководства И всей России в конечном счете Потому что сегодня эти скандалы Которые возникают по причине вот этих сумасбродных штрафов По причине закрытия моих парков Как я считаю, совершенно на безосновательных основаниях Вот, ну они выходят далеко за пределы Крыма И вот эти лжецы, которые в эфир несут всякую ахидею И которую никто из вышестоящих чиновников Даже не пытается проверить А так ли это на самом деле А был ли мальчик, как говорится И все Даже те животные, которые рождаются в наших парках В течение года Они все равно проходят вакцинации По достижению 8 недель Когда это нужно по закону Такая же трехвалентная прививка Или в данном случае прививка от бешенства И вот такие акты составляются на малышей Тигрят и львят Которые находятся на фотозоне Вот, но однако ветеринары не интересуют эти акты Они пишут какую-то свою бредятину Которую, безусловно, мы опровергаем И доказывать будем в судах до последнего свою правоту Только с решениями судов В последних инстанциях мы можем согласиться Когда действительно увидим объективную сторону Когда используем все способы для своей защиты Ну а время все расставит на свои места И мы все увидим, где будет ветеринар Иванов Со своими знаниями после Нового года И где будут мои парки в Крыму Также в будущем